На селекторном совещании с районами края подвели итоги за 2018. Более 60 тысяч кубанцев, занятых неофициально, оформили свои отношения с работодателем. Задачу, которую поставил Роструд, удалось перевыполнить. Можем говорить о том, что очень большое количество людей объективно были выведены, так скажем, из тени и оформились официально на работу. Сегодня это важнейший, вообще важнейший для нас вопрос, и не только для социального блока, чтобы вы понимали, это напрямую связано с экономикой. И, конечно, сегодня мы эту работу и в 2019 году будем продолжать. Еще один важный вопрос, на который я сегодня обратила внимание и всех членов трехсторонней комиссии. С 2019 года, с начала года, нас ждут ряд изменений, связанных с пенсионным законодательством. У нас появляется новая категория граждан. Это граждане предпенсионного возраста, которые должны находиться на особом контроле, под особой защитой и заботой государства. И в этом смысле мы, конечно, сегодня должны пересмотреть вопросы трудоустройства и сохранения рабочих мест для граждан предпенсионного возраста. Еще на итоговом заседании стало известно, что при трехсторонней комиссии будет образована межведомственная рабочая группа. Она будет эффективно и оперативно решать вопросы, связанные с сокращением теневой занятости и трудоустройством населения предпенсионного возраста. Также вице-губернатор Анна Менькова дала поручение всем центрам занятости Кубани проанализировать ситуацию на рынке труда и оценить качество оказания услуг.